Здравствуйте! Итак, у нас опять Шаббат Мевархим, мы благословляем новый месяц, месяц Кислеф, месяц Хануки. И давайте я расскажу о связи нашей главе с Ханукой, а заодно я расскажу о связи с Пуримом, что никто не знает. Или никто почти не знает. Итак, с Ханукой. Когда Лаван увидел носовое кольцо, браслеты, ему сказали о том, что Ривка пришла, сказал Ривка ему, что караван горблюдов, он побежал к Элеезеру и что сказал? Войди, благословенный Богом, почему ты стоишь наружу, ведь я очистил дом. И объясняет Раша, очистил дом, это убрал идолов, он был идолопоклонник. И сказал об этом Сараф Искотском, как только услышал, что есть возможность заработать, получить подарки, сразу у него нет ни богов, ни идолов, все в порядке. Так вот такой праведник, как Сараф Искотска, мог презирать Лавана. Лавана армейца, а мы с вами, мы прещем смеяться над ним, давайте проверим себя. Разве не случалось нам при какой-то сделке или каком-то деле пропустить урок Торы, или из-за лени отказаться от молитвы, или произнести какое-то слово обиди в кого-то? Это можно длинный путь идти. Сейчас мы находимся перед началом месяца Кислев, вершина которого в днях Хануки. А какой смысл в этих днях Хануки? Очень простой. Греки предложили свою культуру, искусство, спорт, логику. Греки предложили красивый мир. Они предложили шикарную жизнь с одним условием, отказаться от наследия отцов, отказаться от веры, влиться в их культуру, уйти от Бога. А если нет, то будут преследовать нас и так далее. Написано, что мы стояли как скала, но стояли перед всеми соблазнами. Все прошло, но мы не забыли тебя, сказано. Не солгали в союзе с тобой, хотя за это нас убивали день и ночь, считали как стадо для резняка. А что происходит сейчас, к примеру, в земле Израиля? Здесь, в земле отцов, после ста поколений самопожертвований, когда сегодня уже легко соблюдать Тору и заповеди, а испытания легкие и соблазны слабые, именно здесь многие рушатся, именно здесь разрывается цепочка поколений. А ведь сто поколений, написано, смотрят на тебя. Сыну достаивает отца. О чем это разговор? Написано, что человек исполняет заповеди и традиционные какие-то вещи делает. Он достаивает отца, деда и всю-всю цепочку своих поколений награждает наверху. Они сто поколений смотрят на человека. И вот от Египта до наших дней. Они видят нас, надеются на то, что мы пойдем их путем, что принесем им пользу, если хотите. А мы что, что мы не выдержим испытаний? Мы должны думать не только о себе, но и о них, чтобы не устадились написанные за нас, наши отцы и деды. Чтобы мы увидели в нас продолжение традиции. Чтобы мы могли сказать со спокойной душой, мы потомки хашманаев, несущих хватило, продолжающие наследие. Вот в чем суть этого. Вы знаете, есть еще связь очень большая нашей недели наговоры с Пурьмом. О нашей праматери Саре в Медраша говорят. И была жизнь Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет. И все ее дни наполнены торой, заповедью, добрыми делами. Она использовала, как написано, каждое мгновение жизни. Раби Акива сказал, что царица Эстеру достоилась тех же ста двадцатью семью государствами править, потому что была правнучкой Сары, годы жизни которой составили сто двадцать семь лет. Возникает вопрос. Какая связь между продолжительностью жизни Сары и количеством стран подвластных Эстер? Без она жизни Сара заполняла тора, заповеди, добрые дела. Я уже говорил. Ее заслуги оказали влияние на все последующие поколения, вплоть до правнучки. За каждый год, что Сара беззаветно служила Творцу, в царство Эстер добавлялась одна страна. Эти сведения, которые сообщил нам Араби Акива, говорится о Медрше Тамхума, что заключительный фрагмент книги царя Шлома, начиная со слов, кто найдет жену добродетельную, и до конца целиком посвящен именно Саре. Среди всего прочего, там что еще сказано? Встает она ночью, раздает пищу в доме своем, и дает уроки девушкам своим. А почему Саре ночью не спалось? Как видим, она и ночью совершала добрые дела, и занималась распространением Торы. Но разве дня ей было мало? Ночами она восполняла, написано, дни своего раннего детства, когда она не могла служить Всевышнему. Сара вставала ночью, отбросив сон ради служения Творцу. С бессонницы, внезапно напавшей на Ахашвироша, началось падение Амана, и возвышение праведного Мардыхая. В Магилла Тестер написано, в ту ночь не спалось с царю, не спалось с земному царю, потому что небесный царь не дремал, мера за мера. Сара ночью давала урок девушкам, девушке это там народ. В Магилла Тестер, о самой Тестер сказано, и полюбил царя Тестер больше всех жен, и снискала наора девушка. Его расположение, благословность, больше всех девиц, и возложила царский венец на ее голову. Сара днем и ночью заботилась о своих девушках-подопечных, вкладывая в них душу, поэтому спустя века правитель величайшей империи, встретив девушку из потомков Сары, не смог перед ней устоять, и положил к ее ногам 127 стран. Вот так. Время сейчас, давайте разберемся, для каждой силы существует противодействие, за причиной идет следствие. В физическом мире между нашими действиями и его результатом проходит что? Проходит время. Что такое время? Время это расстояние между причиной и следствием. Время это промежуток между преступлением и наказанием. Время это интервал между добрыми делами и их результатами. И между причиной и следствием может пройти 10 минут, 10 дней и 10 жизней. Тем не менее, все поступки возвращаются. Зло, все, никогда не остается безнаказанность. А справедливость всегда восторжествует. Это происходит потому, что работает время. Мы этого не видим. Мы воспринимаем события как случайные. Они таковыми не являются. Поэтому в этот шаббат есть смысл задуматься обо всем этом. Задуматься и принять правильное решение. Брахава от слаха, шаббат шалом.